Всем привет! Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством знаменитого художника Джеролама Франческо Мария Мацоло, еще его называли Бармиджанино. Итальянский художник, дровер эпохи Ренессанса, работал в стиле манеризма, в раннем возрасте уже сныскал себе славу, был поклонником и продолжателем идей Микеланджело Рафаи, стремился найти какие-то новые выразительные формы, отойти от классических канонов живописи эпохи Возрождения. Сознательно искажал, удлинял пропорции фигур животных, людей, придавая их телам утонченность и змеевидную грацию. Считается одним из наиболее знаменитых и признанных живописцев первого поколения манеристов. Данные я беру из Википедии, картины из интернета. Надо сказать, что увлечение алхимическими экспериментами он увлекался. И в частности, его мечта заморозить артуть становится идеей фикс. Он тратит бешеные деньги, все то, что он заработал на продаже своих картин, он тратит на обустройство алхимической лаборатории. Практически забрасывает работу в капелле, где он расписывает стены, картины и общину церкви подает на него в суд за срыв сроков работы. Тот не придумывает ничего лучше, чем скрыться из пармы. Отправился в город Казар-Маджоре, чтобы избежать тюремного заключения. В конце концов, все еще увлекаясь этой своей алхимией, как пишут его современники, он превратился, как и все другие однажды на ней помешанные, из человека изящного и приятного бородатого, с волосами длинными и всклокоченными, опустился, стал нелюдимым, мрачным. Ну и надо сказать, что, конечно, ртуть, с которой он работал, естественно, повлияла на него и 25 августа 1540 года он умер. Франческо завещает похоронить себя обнаженным, но с архипастерским крестом на груди. Последним его пристанищем стала базилика Ле-Фонтана близ Казар-Маджоре. Надо сказать, что о Пармиджанино принято говорить, как о человеке, постоянно погруженном в мистические размышления и всецело отдавши себя алхимии. Конечно, это к сожалению. Пармиджанино оказал большое влияние на итальянскую живопись 16 века. Его элементы сложного, изысканного изобразительного языка обогатили живописную практику, как сказано в Википедии, практику не только манеристов, но и ведущих мастеров хенецианского позднего возрождения. Большим авторитетом искусства Пармиджанино пользовалось мастеров Болонской школы рубежа 16-17 веков. Ну вот сегодня вы, как и я, узнали о Джирламо Франческо Морее Мацоло или еще как его называли Пармиджанино. Известный художник, который работал в стиле манеризма. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока.